Добрый вечер. Рад вас приветствовать на онлайн-профоруме Российского Центра Науки и Культуры. Сегодня мы рассмотрим достаточно большую тему – это бизнес онлайн, юридический налоговый аспект. В этом включат такие вопросы, как дропшиппинг, продажи онлайн. Меня зовут Алексей Куньшов. Я являюсь администрированным российским юристом, в котором вставили СОР, коллаборадором АИАС, это агент социальных пунктов поддержки бизнеса в пунктах АИА, налоговым аспектом, бухгалтером, переводчиком юридического. Также являюсь членом профессиональных ассоциаций, среди них ассоциация бухгалтеров, ассоциация хекторов. И выступают различные семинары, меня приглашают. Есть много информации, с которой я хотел бы поделиться, рассказать. Результаты работы, возникает опыт. И вот сегодня мы рассмотрим такой вопрос комплексный – как организовать свой бизнес онлайн. Говоря об основных формах ведения бизнеса в Испании, мы сразу же выделим это как ведение в качестве индивидуального предпринимателя, и как компания. Очень важно понимать, что когда мы регистрируемся в качестве индивидуальных предпринимателей, мы одновременно регистрируемся в органы сексуального страхования, в истории генерального сексуала и в налоговую инспекцию АИАС. На конец четвертого квартала 2019 года в Испании было адресировано 3,283,000 индивидуальных предпринимателей. В связи с коронавирусом число однозначно уменьшилось существенно. Многие получают помощи, но будет восстановление. На тот момент статистик были внизу, это автономы были мужчины, 64%, и 70% больше 40 лет. И среди всех предпринимателей 11,5% – это иностранство. Говоря о компании, организовать ее немножко более сложнее. В видах компании существует много разных. Это дата лининада нового импресса, новые компании, которые создаются в ускоренном порядке, неупрощенные. СЛП – это дата лининада профессиональ, профессиональные компании, СЛО – это дата лининада унипрофессиональ, когда у нас собственник компании, администратор одно лицо. СЛО – это общее название. Дата лининада. Это то же самое, что и СЛО. На сегодняшний день, на февраль 2020 года, без работников было учреждено 1,569,000 компаний, и с работниками более 1,249,000 – 1,319,000 компаний. Когда же лучше регистрировать индивидуальных предпринимателей? Итак, это когда нет начального большого капитала, мы предполагаем, что прибыль на начальном сайте будет небольшой, и нам не нужно нанимать персональ или число наемных рабочих небольшого, например, какой-то маленький бар, и можно использовать или членов семьи, или на неких одного работника. Компании же лучше следить, когда начало ведения в месяц, нужно крупные инвестиции, и ожидаем сразу же численный доход в короткий период. Отличиями компании от индивидуальных предпринимателей является, что необходимость на капитал – это норма законе 3500 евро, но на самом деле это достаточно 3000 евро, причем современно при учреждении компании сейчас не нужно вносить ценой капитал ни компьютерами, ни техникой, ни в банк, достаточно манифицировать ответственность учредителя на эту сумму на 3000 евро, и компания может и учредить. В полном налоговожении индивидуальные предприниматели облагаются НДПЛ, простым налогом, РПФ по прогрессивной шкале компании и в качестве образовательства. Так что смотрим процессы ставки. Важно отличить от ответственности, индивидуальный предприниматель отвечает на всем своим имуществом, имеет неограниченную ответственность. Компании же ответственность ограничена в рамках вставного капитала компании. Если мы говорим про бухучет, то он упрощенный для индивидуальных предпринимателей, продаются декларации РПФ, РНДС, ИВА, и соответственно очень важной является оплата квотов от страха. Для компаний в БСЛ существует уже более сложный налоговый бухгалтерский учет, бухгалтерские деньги, необходимое представление годовых отчетов на сфере коммерческих реписок установленных. Также мы понимаем, когда мы учредим компанию, возникает расходная часть, это регистрация имени, устав, расходы нотариуса, расходы на регистр, и там налог, расходы на металлист, от 1-2%, и соответственно у индивидуальных предпринимателей этих расходов нет. Очень важна гибкость, то, что индивидуальные предприниматели можно зарегистрировать очень быстро, за 24 часа, также и с регистрационного учета компания же необходима от 2-х недель до месяца или более, если у нас учредители, например, не резиденты. Ну и важный момент, это расходная часть, расходы на кесторах, индивидуальные предприниматели можно ввести самому, получить, в принципе, там сложно заполнять просто книги доходов и расходов, приставлять в декларацию, можно через свою цифровую подпись и от своего имени. И аутсорсинг внешнего бухгалтера, он в основном всегда существует для компаний, ну и также для индивидуальных предпринимателей, кто не хочет или не может ввести свой бухгалтер. Положительная сторона учредения компании, как мы говорили выше, это граничная ответственность, безопасность личного капитала, ресурсов от своей семьи, простота продажи бизнеса, продажи долей, необходимый будет стартап, стартап, необходимый будет его продать. Также это актуально, если выход одного зашедителя будет электронный или располагаемый. И один человек может учредить свою компанию, так называемую СЛУ, председательный метод униперсональ, и быть генеральным директором инижи администратора. Также, когда у нас учредена компания, обращается порядок доступа к банкскому фирансированию и также к автономному государству с усилием. Одновременно отмечаем минусы учреждения, это высокие расходы на само учреждение и сопровождение бизнеса, и в случае маленьких прибыли повышается налоговая ставка и усложняется бухгалтерский налоговый учет, представляется годовой бухгалтерский гниг, коммерческий регистр, в котором удаливаются. здесь приведена схема, именно по которой можно увидеть разницу в оплате квоты в администраторах как автономно софсетариум, потому что квоты не меняются, квоты 368 евро в 2020 году. Важно отметить также, что можно в принципе через 120 применение тарифа плана, который в графе 60 евро в месяц, но только через суд. Индигиальный предприниматель, который начинает победительство может сразу применить этот особый режим льготный в оплате квотов ставит открывание первый год платит 60 евро, потом квотов увеличивается. Мы видим первый квадрат это первый год, второй квадрат это второй год, третий квадрат это третий год. во втором квадрате квота индивидуального предпринимателя повышается 142 евро, потом 158 евро и третий год начинается с обычной квотов специального страхования 284 евро для индивидуального предпринимателя. Здесь это очень важная таблица, потому что мы видим насколько регистрация индивидуального предпринимателя выгод отличается от утверждения и расходов именно на социальное сохранение компании. Потому что экономия за два года составит 6072 евро. То есть первый год составляет 366 евро, второй год это уменьшается, потому что квота увеличивается и составит уже 236 евро. И в итоге по любому случае за эти два года экономия ставит 6000 евро. если мы посмотрим просто индивидуальных предпринимателей на обычную квоту социальное страхование и которым применяется льготный тариф плана, то экономия составит 4056 евро. Далее мы также видим, что в последующем с третьего года и выше всегда существует разница и обслуживание в рамках социального страхования индивидуального предпринимателя просто, она обходится на 84 евро дешевле, чем это платит в свою плоту администратор компании, как авторному секретарию, и за год набегает сумма в 1008 евро. Теперь посмотрим, сравним налоговые ставки. Если у нас индивидуальный предприниматель облагается по прогрессивной шкале, и РПФ обычно как простое физическое лицо, то у компании соответственно базовая общая ставка 25%, но важно помнить, что можно применить первых два ложных периода ставку 15%, что существенно обречает налоговую нагрузку в первые годы компании и в первые прибыльные годы. В тот третий момент важный обслуживание самого бизнеса, так обслуживание компании обойдется в 120 евро в месяц без работников, допустим, работники увеличивают эту квоту, и обслуживание индивидуального предпринимателя автономного обходится где-то 30-60 евро в месяц, то есть обслуживание предпринимателя всегда дешевле. Здесь я бы в этой большой схеме попытался рассчитать кратко в таблице представлено именно расчет, что же выгоднее в итоге регистрация индивидуального предпринимателя и компании и когда. расчет показал, что где-то если в год будет фактурировано от 40 тысяч евро и выше, то в этом случае уже выгодно учреждать компанию. По налоговложению она будет выгоднее из-за того, что предприниматель облагается именно прогрессивный налоговый статус. если у нас за первый год и второй год ожидается продажа меньше, чем 40 тысяч евро, то однозначно выгоднее будет индивидуальный предприниматель. Следующим вопросом, тоже важным, это становится, сколько же стоит сама регистрация этого бизнеса. из-за того, хотите ли вести этот бизнес онлайн или этот бизнес хотите вести офлайн. По себе стоимость регистрации миногового предпринимателя она бесплатная, то есть это просто направляется документ в налоговую инспекцию и в органы страхования. Регистрация же компании по себе стоимости обходит порядка 400 евро. Рыночные цены за учреждение миногового предпринимателя от 50 до 150 евро, от 40 адвокатов город-экономиста и регистрацию компанию от 600 до 1200 евро. Бывают случаи и более 100 цент, но они уже не среди ручные. Важным моментом поспорим именно как учредить свою компанию регистрирует индивидуально предпринимателя бесплатно или минимальными стоимости по себе стоимости, которые я указал выше, это учредить свой бизнес через так называемые пункты поддержки бизнеса, пункта пари, системы сердца экономики, и именно на этом сайте, который указан в синем графе, можно найти перечень публичных пунктов поддержки бизнеса, потому что есть два типа, есть публичный пункт поддержки бизнеса и частный пункт поддержки бизнеса, пункт пари, привадок. Публичный можно зарегистрировать индивидуально предпринимателя бесплатно, поэтому очень важно посмотреть в списке, там открывается список на этом сайте, где находится именно в поисковике пункта пари, публику, найти, и придя туда, можно будет бесплатно в упрощенном быстропорядке зарегистрировать свой в качестве индивидуально предпринимателя или учредить свою компанию. Вот для примера это крышет именно экрана, и мы видим, что в основном это занимается мэрии городов, на этом случае это коммунитет Мадрид взят для выборки, то есть в мэрии любого города существует отображаемый пункт пари, можно спросить и можно сделать регистрацию бесплатно. Также в камеродекоммерсию городов существует такая возможность коллекции с родов для проклятия. Тоже это можно сделать в различных ассоциациях. Мы видим, что так как это публика, соответственно, это будут государственные органы. Говоря о частных пунктах поддержки бизнеса, один из таких пунктов является также, но делают одинаковые все услуги по учреждению регистрации, но проблемы с пунктом по этой базы, так как нет государственной зарплаты, ни функционарию, ни чиновники, эти услуги уже будут платные. По ценам все равно меньше рыночных, тем не менее. Поэтому рекомендуем обращаться в публику. Самым главным отличием бизнеса онлайн подозрочного является правильное указание вида экономической деятельности и открытие нужных видов деятельности. В России это ОКВЭДы, здесь мы включаем две квадрикации, это квадрикация налоговой инспекции, АИАД, EIAM, это сопротивизация экономики, это налог на экономические деятельности. Он не платится, если оборот не превышает миллион евро, поэтому вносит формальный характер и он необходим всегда при регистрации компаний. Система как раз FI-SIRS позволяет регистрировать одновременно пять разных видов деятельности. В дальнейшем можно увеличивать до любого количества, это бесплатно через форму 036. Вторая группа это у нас объединенная форма социального торгования в истории генерального расхода, называют СМАЭ, социальные национальные рекомендации переставляют. В принципе, они пересекаются и можно концептировать один другой. Таким образом, когда регистрируют индивидуальный предприниматель или компанию, ключевым является выбор именно правильного вида экономических деятельностей и регистрации нужного нам или в ЦНАИ, или в ИАЭ, в экономике вида деятельности. Здесь далее привел классические варианты, которые используют в практике, именно исходя из того, какой вид онлайн бизнеса будет зарегистрирован, чем будет заниматься предприниматель, от этого регистрироваться необходимый нам номер экономической деятельности. Здесь мы видим, что, например, СЕО, кто занимается или маркетингом электронным необходим будет, если это частное лицо автономного профессионала, то используется фигур 641, если это компания, то выбирается немножко другое фигур 644. Они созвучны, и у нас мы видим, что существуют кодеки на месте действия сна в центре 11, идет 4 за 11 руль седат. Дальше, тем, кто занимается или занимается разработкой веб-хостингами, приложениями для мобильных телефонов, используют другие виды деятельности или добавляют ранее перечисленные эти виды деятельности 663 и 845 используют компании. Два вида экономической деятельности 5821, 6801, которые как раз связаны с программированием, которое необходимо добавлять, и таким образом открываются деятельности по разработке и по работе в интернете с программными продуктами. если предприниматель занимается разработкой и запуском рекламных кампаний, ацент и так далее, то используется другой эпиграф экономической деятельности 7699 общего характера другие сервисы, потому что если это отрасль достаточно новая, соответственно рельсу можно найти что-то конкретно подходящее и конкретно описывающее вашу вид деятельности. Для этого просто берутся несколько смежных и именно когда у нас деятельность дана в нескольких видах они перекрывают и перекрывают отрасль направления работ предпринимателя онлайн. Если предприниматель занимается разработкой в этой графике, то используется тигров 3022 и коды для мисследователя 1812. Как раз в случае также мы видим, что используются на имя деятельности графики. Если же у нас ведется деятельность и получается комиссия за какие-то онлайн сервисы, то используются три эфиграфа, которые описаны ниже, 63184 7699. Последний тоже общего характера, который общего характера можно всегда включать. Напомню, при регистрации через систему можно по этой системе можно сделать в таких разных видах, поэтому рекомендовано добавлять все эти виды минимальные 5, потом расширяя линии визиты, которыми вы занимались. Общий вид действия это 7311 агентство в области даты. Если же вы занимаетесь именно продажей продуктов через свой сайт электронной коммерции, здесь как раз используются классические эфиграф 665. Наверное, большинство тех, у кого есть эфиграфы, веб-магазины, они используют именно эти эфиграфы, зарегистрированные в большинстве своем именно как предприниматель, потому что бизнес онлайн не требует больших инвестиций, и он хорошо регулируется именно и можно сильно уменьшить налоговую нагрузку через небольшие результаты, когда у нас в начале металля небольшие доходы. Виды экономической деятельности 4791 и 4799. Главный ключ, это важно и в дальнейшем посмотрим, почему, это идет, что коммерция альфор-минор. То есть очень важно, что в этом случае вы всегда работаете с конечным покупателем, чаще еще связанным лицом, и с этим связаны ряд ограничений и вопросов, которые возникают именно в бизнесе онлайн коммерции. Приведя дальше, мы видим, например, что если мы рассмотрим Испанию в рамках Европейского Союза и всего остального мира, здесь есть ряд очень важных особенностей и вопросов. Если у нас происходит товарооборот обмен именно внутри Испании, то самым главным везде вопросом проблематичным, который возникает на Мантемерс, это изменение НДС в Иво. Если у нас торговля вся идет в Испании, соответственно, она облагается НДС полностью. Если мы говорим про Европейский Союз, про Европу, то здесь есть у нас две опции. Первая, когда у нас идет импорт в Испанию, и с другой стороны Испании Союза, то в этом случае у нас мы можем избежать уплаты остатки НДС стороны производителя или поставщика именно включением нас, но и также необходимо, чтобы вторая сторона все были зарегистрированы в регистре, регистр Кротворос Интеркоммунитарес или ВИЭС. И этот регистр позволяет дальше посмотрим, как не применять ставку НДС. То же самое, когда мы поставляем в другую страну Грехсоюза, если мы находимся в этом рамке регистра РОИВЕС, то, соответственно, НДС мы ставку не ставим и мы ставим НДС в страну. Второй момент, когда у нас идет экспортно-интерна операция, все операции, они на экзамен ИВА, НДС не облагается, очень важно при этом иметь свой таможен номер ИОР идет через документ, который называется ДОА. Внизу мы видим как раз предпоезд деимпортацион, который есть, как раз именно предложение, предпоезд как раз таможнику, груза, который идет через скорость, предлагая соответственно это коре в связке с таможнью. Этот регистр европейских операторов РОЭ или ВЕС, он дает нам право именить так называемую особый тип НДС нефила. Он формируется из букв соответственно если мы говорим про индивидуальный предприниматель автоном или компанию испанского резидента, то прибавляется буква Е и дальше ставится НИ. В этом случае тоже мы встречаем на второй стороне нашей сделки у него будет такой же номер, если нет, то будет ДЕ и номер стоять местный. И в этом случае тогда мы можем фактурировать без НДС. Соответственно на примере мы видим, что как раз работают в Германии фактура расставляется без НДС, соответственно оплачиваем без НДС и это фактура. Это очень удобно внутри Евросоюза. Единственное в дальнейшем тоже посмотрим, как правильно его потом декларировать. Этот регистр в Германии операторов это регистр налоговой инспекции, связи через налоговую инспекцию. Зайдя на сайт налоговой инспекции, где открыв набрать поисковую строке, например, слово FIES, это то же самое, что и ROE, мы выйдем на рабочую панель, где можем уточнить, является ли испанская компания зарегистрированная в этом регистре, или вторая стрелочка внизу, это вкладка, которая позволяет нам прокрутируется, является ли наш поставщик или покупатель европейский, также находится ли он в этом регистре. Если мы вбиваем номер НИФа, получаем это сообщение, которое указано ниже, конст номер Адраквентария, соответственно, мы не можем применять ставку МДС-0 и должны применять соответственно ставки уже в стране. Как зарегистрировать свою индивидуаль прибать для себя или компанию в регистре? Это очень просто, именно через форму модела Цензаль 0.36 заполнить три ячейки, то есть на первой странице этой формы мы ставим гречник в ячейке 130-й и переходим на страницу 5, где как раз в разделе D ставим именно что на 1982-й ячейке на альте этого регистра и дата C, которую мы просим заегистировать на этом регистре. Единственное, что желательно ставить дату не завтрашнюю, а допустим в течение недели-двух месяцев, даже недели-двестров, чтобы можно было логично объяснить. И у налогоэсперкции есть время ожидания 3 месяца, за которое налогоэсперкция может рассмотреть и, соответственно, или подтвердить и приходит от документов ОРД Альта или отказать. Соответственно, отказ можно тоже обжаловать или представить дополнительную документацию. И у вас будет, соответственно, номер вашей нити ЕА, ЕС и далее номер будет нити, который равен не я, а не дать предпринимателя, или там будет стоять их компаний. Очень важный момент, как в дальнейшем декларируется этот НДС, потому что, когда вы получаете товар, его нужно правильно отметить также в декларации. Это происходит через форму 33-ю НДС ежеквартальную, как раз в графах, которые я показал. Это реальный пример. Графа 36-37 и с обязательным параллельным одновременным отражением в графе 10-11. Почему? Потому что в этом случае они взаимокомпенсируются, и когда вы ничего не платите, это нужно для того просто для статистики. Другой важный момент, что если у вас есть разница в налоговых ставках НДС, например, в Германии 19, а в Испании 21, то, так как форма испанская, то, следствие везде ставится и рассчитывается НДС испанский 21%, независимо того, что товар вы получили со ставкой ноль в фактуре, все равно ставится партнер. И очень важно также, что эта информация должна быть правильно отражена в форме 390 информативной годовой по НДС и форме 390 именно по операциям внутри Европейского Союза. Следующий вопрос, который напрямую связан с онлайн бизнесом, это такое понятие как дропшифтер, когда мы выступаем в качестве посредника между клиентом и производителем, не используем свой склад, в основном все идет через онлайн, через веб-магазины и клиент оплачивает товар прямую, соответственно, предпринимателю или компанию, то есть продавцу, и оплата товара замена самкомиссии зачитается производителем. И сам производитель непосредственно поставляет товар уже на прямую клиенту. В этом уменьшается во-первых, расходная часть, этот тип бизнеса, он не требует больших изначальных затрат, не используется склад, не используется пересылка товара сначала на ваш склад и потом уже клиенту, а производится вопрос правильной организации процесса работы с клиентом и работа с производителем или поставщиков, и сам производитель уже направляет товар клиенту. Самый главный вопрос в этом виде это где находится производитель и поставщик. Отсюда зависит применение остатки НДС и применение в внутренних налоговых режимах в Америке. В Америке называют предприниматели, потому что в основном группшипер формы организации это в качестве предпринимателей. Если производитель находится в ней, в Союзе, в третьей стране, то, соответственно, все фактуры идут без НДС, потому что это операция. Если же производитель находится в стране Евросоюза, здесь важный момент, как мы говорили уже выше, это зарегистрироваться в регистр операционного интерфер-команитария, в этом регистре тогда можно фактуры выставлять без НДС или НДС страны, куда идет товар, соответственно. Далее очень важный момент, что если находится в Испании, то тогда применяется спецрежим, может применяться это рекарго декаблиц, если вы покупаете товар, продаете товар именно в Испании, этот режим специально именно для тех, кто обработает конечными предпринимателями, средствами, с индивидами, кто покупает и кто продает с индивидами. Это особый режим, проблемный режим, что нельзя зачитать НДС в расходах, и при товар добавляется в процент к НДС. Например, если у вас был товар 21% НДС, то просто прибавляется 5-2% дополнительных средств, вы оплачиваете и по-другому лишь заполняете налоговую деборацию. В первом случае очень важно, что этот режим не применяется, поскольку операция не происходит при Испании. И обычная форма именно организации, когда вы визуете ТТП, ваш режим налоговый это если мы все директор не протекали. Модули также не применимы, модули это пакет системы врачей. Также в онлайн-лиссе не применяются. Это или нормально, или обычная, или упрощенная. Если производитель вне ВСК Союза, то конечно производитель не платит НДС, но важно помнить, что таможню может брать поршень. Если производитель находится в Европейской Союзе, платится НДС стороны подхождение товара. И также возможен таможенный сбор. Таможенный сбор может быть он зависит от суда. Именно в Другшиппинге, так как это упрощенность темы, здесь оформлены как индивидуальный приниматель, возможно применение факторов сомплицикада, необязательно выпад факторов только по требованию, по запросу. Необходимо как призыватель, как всегда, вести книги доходов и расходов, то есть упрощенный порядок бухгалтерии. Очень важно всегда помнить запрашивать фактуру производителя из любой стороны происхождения, чтобы подтвердить свой расход в чате на товар, или можно запасить гарантийную фактуру по продажам за весь месяц. Другой вопрос это таможня. То, что на таможне могут изыскать таможенный сбор, когда проходят маленькие пакеты с пометкой подарок, то не облагаются вообще никак свободно проходят. Но есть общий принцип, который говорит, что если стоимость до 22 евро, то тогда поршина не облагается и МДС тоже не начисляется. Этот режим будет отменен в 2021 году. Поэтому будет общее правило, общее правило здесь указано как второй пол, это если стоимость от 22 евро до 150 евро, то оплачивается МДС. Ставка МДС от 0 до 27%, 0%, например, когда сейчас во время карантина коронавируса была ставка 0 на медицинские товары. То есть можно встретить такую ставку. Если же стоимость более 150 евро, то оплачивается таможенный сбор 2,5% и МДС тоже от 0 до 21%. Другой важный момент это форма 309, которая возникает при операции внутри Европейского Союза. Именно она нужна тем, ее нужно помнить, что сейчас добывает, именно те, кто находится в нашем режиме реклама эквиваленции, потому что через эту форму выносится МДС от 21%, и важно помнить, что если мы добавляем и оплачиваем, получаем товар без МДС, но МДС оплачиваем в нашей стране, в Спании, 21%, соответственно, эта сумма ложится на расход и увеличивает нашу расходную часть без права зачета самого МДС. Это просто майоргаст и отличие от нас расхода. Сам по себе предприниматель автонома отчитывает по же бактальной форме 130-й, годовую, потом форму 130-й, форму это авансовый налоговый платеж, это вытеречит суммы авансовый и потом форме 100-й, годовой компания Rental формы РПФ, которая закончится в этом году 30-го июня. Будет сводиться все эти авансы, которые были перечислены в форму 130-й, и соответственно, смотрится на зараз получаются или платежные, или разоразные. Важный момент это при продаже личных дольше в употреблении вещей, инвестор начисляется, но, возможно, вложение по другому налогу и поиск республикан с ИТП с той же исключением, что если сумма менее 500 евро, это указано в налоговой политике каждой автономии, то этот налог не начисляется и не уплачивается. Сделан специально для того, чтобы был некий оборот, был оборот, и не уплачиваем. Поэтому некоторые машины продают именно по этой стоимости, чтобы не платить этот налог. Другой важный момент, который я хотел рассказать, это то, что есть особенность в оплате услуг транспортной компании. Включается, что если вы занимаетесь экспортом, то транспортная компания при перевозке вашего груза она фактуру разобьет на две части. Соответственно, фактура будет та часть, пропорциональная часть, которая проходила по территории Испании, на нее будет начислено НДС, на ту часть пропорционально расстоянию, которая была в территории Испании, соответственно, НДС не будет, потому что это операционная земля, да, экспортацион, и у вас получается как бы две фактуры стоят из двух частей, СНДС и без СНДС. Надо понимать, что такое встречается. Другая ситуация при импорте, если груз отправляется не из страны Европейского Союза, то тогда фактуры НДС не будет, НДС не платится. Сам по себе дропшиппинг чаще всего это, когда вы управляете и управляете крестьян самой этой сделки, поэтому груз может и не заходить в Экспорь Испании. Соответственно, тогда вы не панчете это. И есть другая особенность, что если вы осуществляете какие-то результаты консалт и берете комиссию, соответственно, комиссию вам платят или обстан сам производитель, то ваша операция также она будет как операция с млядой к Портасен и выставляет свою факту в НДС тоже можете не выставлять. То есть в случае каждый конкретен проблема именно онлайн бизнеса именно в этом, потому что понятно, что с точки зрения налога на прибыль или 8 кедатов вы платите 25% или 15% 1-2 прибыльных года или платите как резидент как автонома по прогрессивной шкале. И все проблемы возникают проблемы, связанные с НДС. И все споры возникают проблемы, связанные с НДС. Поэтому здесь особое внимание нужно уделить поэтому именно работе с НДС очень важно, когда вы начинаете работать на территории Европейского Союза и желательно также выходя за это делать, регистрировать свою компанию или внимателя в регистре операторов европейских, регистре операторов центра в Италии Роя это очень просто я показал выше и форму 36 это можно сделать самостоятельно потому что с луком тоже стоят 50 евро и соответственно особое внимание к специальному форму 39 который говорил чтобы в очень правильном форму 33 форму по НДС чтобы информация соответствовала сверху снизу чтобы они взаимно не сказались и не возникало дополнительных платежей это кратко пожалуй все что сегодня рассказать пожалуйста пишите ваши вопросы на основе вопросов сделаем видео ответы проблемы сложные вопросы одновременно нужно начинать сейчас именно ситуация показала эффективность онлайн бизнеса активность именно потребителей в этом сегменте желание платить безналичными платежами поэтому этот сектор будет только сильно развиваться этом кольцовно говорят нам и то что компания занимает доставкой продукции amazon ebay они расширили свои триняли новых работников на работу и у них резкий рост продаж поэтому онлайн бизнес будет развиваться можно продвижировать по тем как я сказал особенностью применения НДС можно будет не просто вести бизнес а стать успешным в этой годы спасибо большое за внимание ждем ваших вопросов спасибо спасибо